Ну что, посмотрим комнату. Заходим внутрь. Номер выполнен в классическом стиле, с современными элементами. Здесь у нас практически не видна разница между цветом стен и оформлением молдингов, наличников, небольших профилей. Тем самым подчеркивается единство пространства и нет никаких акцентов. Акцентными элементами в данном случае у нас являются только цвет. Здесь желтый такой цвет, это подушки, немного на одеяле, кресло и шторы. Все остальное выполнено в нейтральной гамме, и это и хорошо, потому что глаз отдыхает и при этом видит классические элементы. На полу сделан ковер, что придает дополнительные мягкости и уюта. На стене телевизор, стол, еще один стул для удобства. Обратим внимание на интересного цвета батарею. Еще один акцентный элемент получился. Взяли обычную черную батарею и покрасили дополнительным таким розовым цветом. Давайте посмотрим, самое красивое здесь это вид. Веранда. Мы сейчас находимся между Тиуль-Сюрмер, дальше, и налево это Канны и Ниццы. Прямо перед нами дорога, собственно, небольшая парковка. Дальше идет пристань, где стоят яхты, и очень красивое бирюзовое синее море. Сочетается очень изящно с красивым небом. Как можно догадаться, воздух, атмосфера и все остальное здесь соответствующе. На веранде мы видим элементы декорирования от соседей. То есть у нас здесь дополнительно получаются цветы в катке, которые позволяют не попасть к чужим людям на крыльцо. Также вот такие вот элементы из кирпичика, тоже очень симпатичны. Что касается акцентных элементов, если продолжить эту тему, то вместе с батареей мы видим наверху картину с таким же похожим оформлением, с такой же цветовой гаммой, что тоже сочетается. Дальше здесь шкаф с пеленками. Открывается достаточно вместительный, с разной полочкой, для того, чтобы уместиться нескольким чемоданом. И здесь отдельное пространство, тоже большое. Здесь даже можно жить, поселиться, сделать дополнительную комнату. Подойдем и посмотрим ванную. Ванна сделана тоже весьма симпатично, хоть и не сказать, что необычно. Из особых элементов здесь стоит отметить только вот такие колотые кусочки. Не знаю, что это, битая керамика или специально так сделана, в цемент вплетена и все это сделано в столешнице. Очень неплохо и свежо смотрится. Цветы очень оживляют обстановку. Керамическая плитка, ну и на полу. Просто тоже какая-то плиточка покрашена. Больше тут особо ничего необычного нет. Такой же активный элемент, активные детали, разукрашенные в разные цвета батареи, точно так же, как и в комнате сделано. Здесь применен очень интересный элемент. Перила, который сделан из дерева и выглядит такими достаточно объемными. Очень интересно и очень удобно. Кладем руку и спускаемся вниз. Здесь мы видим очень красивый шкаф, большой. 2,30 где-то он и в ширину около 60. То есть сюда можно складывать вещи, белье и одежду. Это симпатичная лестница, которая ведет нас вниз в центральную зону. Сейчас мы по ней спустимся и посмотрим, что там. Центральная зона для компьютера, вайфайная. Библиотека, очень симпатичная. Светильники. Маленький, тонкий, светодиодный и светят на стену. Тем самым, разбавляя освещение, делаю его не направленным, а отраженным светом. Далее у нас красивое зеркало. Привет всем. На полу мрамор настоящий. Две колонны, сделанные в стиле. Облицованные тоже снизу мрамором, сверху карнизом. Мы сейчас входим в условную гостиную, которая разделена на две части. По центру стоит столик с вазой. Два кресла слева-справа для того, чтобы посидеть. Красивое большое окно с видом на парковку для яхт. В этой зоне специально сделали канал, и здесь паркуются яхты, и дальше они выплывают в море. Таким образом, открывается еще один очень красивый вид на задний дворик. Сам по себе вот этот салон разделен на две части. Правая часть сидения, сделанное, встроенное в такую небольшую нишу с закруглениями. На них сидеть, ну не сказать, что очень удобно, но сделаны две подушки, слева и справа, которые можно подложить под спину и сидеть, в общем-то, не напрягаясь. Торшер. Активный элемент, конструкция. В данном случае это какая-то скульптура из мрамора. Такой же точно светильник, как мы только что видели в библиотеке. Вечером они включены. На полу стеклянный столик. Внизу панель из мрамора. Вся кожа или искусственная кожа сделаны одинаково. И пуфики, и кресла, и внутренние встроенные решения. Очень удобные кресла, на них здорово сидеть, поместить руку вот сюда, если здесь у нас мышка, и сидеть, работать за компьютером удобно получается. Все выполнено в таких нейтральных тонах, симметрично. Два дивана напротив друг друга. Камин. Здесь более интересные элементы столика. Какие-то бивни, расположенные внутри с гравировкой. На самом столике стоят предметы, вазы, тарелочки. Камин, я не думаю, что рабочий. Вернее, он, конечно, рабочий, но вряд ли тут кто-то что-то зажигает. Потому что он такой чистый сейчас. Внизу клинкерный кирпичик. Тоже симпатично. И такие колонны-постаменты. По центру картина. На полу очень красивая мрама. Не знаю, какой он индийский или какой-то такой. Не из этих мест явно. Большие пласты. Если посмотреть центральную зону, то здесь тоже симметрия с двух сторон. Раз и два. И центральное окно. Что, конечно, очень важно для такого классического, терресовременного ардеко интерьера. Потолок выполнен объединяющим элементом. Здесь нет люстры, как можно заметить. Все освещение создано с помощью естественного света, который здесь избытки. И вечером здесь стоит большое количество незаметных, но очень активных и красивых торшеров и элементов. Мы видим сейчас ключевые торшеры. Симметрично расположены второй. И по бокам два темных черных торшера, которые тоже сейчас светятся и дают мягкий свет. Особое внимание стоит обратить на арт-объекты, которые расположены также симметрично. Но они разные, как полагается арт-объектам. Они уникальны и индивидуальны. В данном случае здесь картина номер один. Постамент. Там вторая ваза. Здесь интересная подсветка, сделанная из светодиодов. Она крутится. Можно дать акцентный свет как на сам элемент, так и на стену. И он будет рассеянный. Очень неплохое решение. Очень изящная и невидимая. Линия, которая тем не менее светит. И это, наверное, единственный случай, когда расческа из светодиодов не дает какие-то негативные результаты. Потому что они расположены на достаточно большом друг от друга расстоянии. Около 10 сантиметров. Картина. Статуи. По бокам также симметрично расположены консоли с картинами и с современными элементами. И там, в дальнем углу расположена классическая консоль. Таким образом, мы видим классический арт-декор, в котором сочетаются и современные элементы в виде картин, и в виде отдельных элементов, арт-объектов. И применены классические каноны планировки так, что все, что мы видим, имеет строго симметричное расположение. И это очень красиво. Проходим дальше. Здесь ниши, через которые видно основную зону. И в озоне с настоящими цветами гараживают две зоны. Далее здесь ресепшн. Здесь людей встречает человек и провожает либо в отель, либо в ресторан. Центральная зона. Здесь ресепшн. Красивая девушка. Смеется. Симпатичные светильники. Ступени сделаны из натурального мрамора. Настоящего. И бесшовного. Очень красиво выглядят. Причем они сделаны из единого слэба, поэтому можно проследить за развитием картинки и развитием рисунка. Сейчас мы попадаем в ресторан. Заметим интересную деталь, как оформлены арт-объекты. Они стоят на вот таких столиках, которые сами по себе прозрачные. На видео видно все-таки и грани, но в реальности они достаточно воздушными смотрятся. Еще очень интересный объект. Разделение зоны с столиками и креслами, диванчиками отделено вот такой конструкцией элементом. Обратим внимание на батарею. Здесь она тоже имеет вот такой вот выкрас цвета французского флага, потому что мы находимся во Франции. Это французский отель. Очень милая и комфортная, интересная деталь. Удобное кресло. Здесь у нас такая лобби. Зона для отдыха. На террасе ресторан. Красивая мебель, удобная. За окном мы видим пешеходный мост. Ветер дует, поэтому туда внутрь мы не пойдем. И так все понятно и здесь. Винный, кстати, шкаф для вечера пригодится. И вот такие арт-объекты с подсветочкой. Не очень удачное решение в полу. Да, лучше всего, конечно, чтобы оно было там. Но это немножко не продумали дизайнеры. Что у нас здесь? Здесь подразумевается, скорее всего, кухня либо барбекю. Ну, наверное, здесь когда-то готовили. Сейчас здесь просто стоят свечи, которые, наверное, поджигаются и вечером горят. Освещение, как мы видим, нет столько любимых люстр. Но зато применены акцентные светильники. Они светят вверх и вниз, давая отраженный свет. И в данном случае вот вы свечевая рельеф фигур. Этого более чем достаточно для освещения полного, чтобы не было никаких здесь темных участков. Идем дальше, и мы попадаем в очень симпатичный ресторан, который находится то ли на улице, то ли на террасе. Можно назвать это как угодно. В любом случае, это воносное пространство, потому что мы уже вышли за основные стены отеля. И сейчас, собственно, находимся на крытой террасе. Наверное, правильно это будет назвать именно так. Основная особенность французов, что они накрывают очень красиво столики. И обязательно со скатертями, обязательно с красивыми приборами. В общем, здорово серверуют. Это очень важно. В общем, воздушные получаются здесь стульчики с разными цветами. В цвет, если мы помним, стандартные цвета этого отеля. Такие же применены у нас в основной комнате. Нейтральный и акцентный желтенький. Вот выбрали именно эти цвета. И здесь они и используются. Ну, что можно сказать здесь про террасу? Здесь очень красивый вид. Конечно, дорогу немножко портит. Но, тем не менее, там вот дальше видно, что стоят запаркованные яхты. И дальше за яхтами море красивое, которое, конечно же, всегда всех манит и удивляет, и радует. Симпатично выкрашена крыша. Деревянные балки, облицовка, свежая краска. Вон ребята даже работают. Сейчас обед, поэтому... Еще одна интересная особенность, что во Франции и вообще в Европе кормят по расписанию строго. Строго в обед 2 часа и строго вечером 2-3 часа. То есть в середине дня нельзя прийти и что-то заказать. Это такая особенность. И не всегда она понятна туристу, но потом он привыкает и, соответственно, начинает подстраиваться. И есть тоже по расписанию. Здесь это с этим весьма строго. Что еще? Вот очень прикольная конструкция из стекла. Здесь, надо сказать, что, конечно же, не холодно, поэтому не нужно какие-то стеклопакеты ставить. Достаточно вот такого одного просто стекла. И вот такая гнутая интересная форма должна просто защищать от солнца и от ветра. И эта функция здесь замечательно выполняется. Ну, еще раз посмотрим. Огромное стекло. Если видно сейчас, наверное, 6 метров. В общем, большой или даже больше. И выход на улицу, на дорогу, на террасу. Вообще, интересная особенность. В Европе любят сидеть и смотреть именно на улицу. Но это и не зря, потому что любое движение, оно как-то вызывает интерес. Смотришь на проходящих людей, на проезжающую машину. Особенно, если шума не слышно. Ну, как сейчас мы находимся, шума здесь особо не слышно. Но происходит какое-то движение, и это всегда интересно. Еще одна уже летняя терраса без какого-то ограждения. Ограждение только со стороны дороги от шума. С такими же сиденьями, где можно аккуратненько отдохнуть. Здесь даже такой вот зимний сад сделан. Зимой и летом одним цветом здесь все, конечно же, растет. Пахнет и цветет. Ну и бассейн. Сверху я сейчас смотрю. Тоже весьма симпатичный. Где можно покупаться и отдохнуть потом на шезлонге. На входе нас встречают интересные статуи, в которых нет середины туловища. Вот здесь одна и вторая. На фото и видео это не очень хорошо видно, но в реальности создается очень интересное ощущение. Ты подходишь как будто к человеку, и у него нет внутренностей. Буквально вот такая вот иллюзия получается. Хитрость в одном соединении, да, соединение сделано около сумки, и оно не бросается в глаза. Также можно посмотреть и другие две статуи. Конечно, создаются очень интересные впечатления, как будто призраки встречают нас в отеле. На этом наше знакомство с этим замечательным, очень красивым отелем заканчивается. Я смело могу рекомендовать данное место и данный отель, как одно из самых интересных и красивых на Лазурном берегу. Здесь не так много народов, при этом очень качественная погода и атмосфера. Воздух, яхты, море. Можно забраться на горе и провести с удовольствием свои выходные. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. Увидимся в следующих сериях.